продолжаем наши диалоги с александром колесниковым я бы хотел немножко рассказать про сорт трапезунта какие он встречает сейчас препятствия какие у него достижения 1 января 2017 года сорт трапезунт был внесен в госреестр россии вот как бы это показывает признание этого сорта к сожалению раньше советские времена и украинские на этот сорт мало обращали внимание вот и сейчас он как бы с трудом пробивает себе дорогу свой путь и вот мы с николаем с ильясом амерсиновым пытаемся как бы выкладывать на ютюбе свои ролики показывать что это за сорт может быть где-то бороться с какими-то возражениями по поводу этого сорта но какое самое главное возражение по поводу этого сорта что у него незаполненное ядро в своих роликах я показываю николай показывает что это как бы не совсем правильная информация объясню почему дело том что фундук особенно крупных сортов как и любой крупный фрукт допустим тот же самый виноград крупный если потенциал допустим какого-то сорта винограда это 3 килограммовая гроздь если вы не будете выращивать ее при интенсивной правильной агротехнологии вы получите не 3 килограммовую гроздь вы получите полутора килограммовую гроздь но у фундука неправильная агротехнология недостаток полива может быть выразиться в том что ядро будет не полностью направлен наполнен то есть это показатель того что не совсем правильная была агротехнология то есть в июле в августе его не дополили еще один момент что якобы за пределами крыма он плохо растет там подмерзает или еще что-то я скажу что вот ближайшие к крыму области что континентальной материковой россии что материковой украины они очень близки по крыму по условиям к крыму имеется ввиду что не к южному берегу вот синхерополь джинкой он может прекрасно там выращиваться это сто процентов и основная проблема в этом как бы того что он плохо дает там урожай это неправильный подбор опылители в своих роликах мы пытаемся как бы с этим бороться показывать что это за сорт но от себя еще хочу сказать что как бы противодействие все равно будет но вы должны понимать психологию питомниководов которые десятилетиями занимаются другими сортами пусть более мелкими вот представьте у вас питомник маточные кусты которым по 20 по 30 лет и тут появляется какой-то новый сорт трапезун но не будут же не его выкорчевывать поэтому и какие-то возражения бывают но мы пытаемся с этим бороться и посмотрите в наших видео вот что в моих что у николая что у ильяса вот мы по мере сил и возможностям показываем потенциал этого сорта и я бы очень хотел чтобы люди которые занимаются другими сортами также откровенно и доходчиво и наглядно показывали свои сорта можно вставить свои пять копеек у меня есть дух очень хороший александр колесников он так говорит у трапезунда есть один недостаток вернее два первые это начинаешь кушать не можешь остановиться а второе быстро он кончается и это действительно так вот скажи закаленный орех скажи за орех значит в кизиловом джулепе скажи за нутеллу но я скажу о том что я пробовал если вы где сделаете калок каленый орех прокалить его это ну от него просто трудно отказаться это пища богов до всем советую найдите в интернете на ютюбе рецепт приготовления домашней нутеллы и попробуйте и сделать но там сам фокус в том чтобы масло было свежее хорошее настоящее натурально вы получите ну изумительную сладость всем успехов джулепет только джулепет джулепет